Следующий вопрос. Когда мы делаем... Знаете, я такую приемку... Старую руку все делают, да? Я, правда, не делаю, не делаю консервирование, но это не значит, что вы делаете в моем руке. И, как это было, все знают, что совсем не плавятся, вот так, ну, спиной, какие-то, совсем, не взялись, да? Но все-таки больше партнерного плита. И вот этот принцип как раз по конкуренту мы сделаем сюда. Вот он и есть. Здесь принцип. Сюда, и дальше. Локоть указывает на направлении, и правильное это то, что выслабываем, структуру устраиваем на тело. Мы не управляемся, но так, и так. Мы можем накрыть сюда, мы можем накрыть сюда, мы можем накрыть сюда. И знаете, где у нас идет локоть. Локоть у нас идет, и мы устраиваем. У меня здоровье задряжение. Это влияние на глимпатическую систему, узлы, входят здесь факторы, колени и так далее, и мы становимся крепче, лучше, если так у вас будет. То, которое надо помнить, а то, что можно повторять, и его можно крутить в разные стороны. В левое и правое. Буквально это 30 секунд времени, я покажу просто без никакого. Смотрите. Ич-ми-сан-си-го. Сверху. Ич-ми-сан-си-го. Локоть показал направление. Ич-ми-сан-си-го. Ич-ми-сан-си-го. Ну, как показывает направление, у меня круг в одну сторону, круг в другую. Баланс тела. Я разворачиваюсь в разные стороны. И, соответственно, голова меньше кружится. Вот так. Ич-ми-сан-си-го. Уже маленькое упражнение. Ис-ми-ситуально. Есть такое направление в детстве. Называется кури-шоу. Попробуйте буквально на секунду. Легкое упражнение. Это упражнение на каждой раз. На баланс тела устойчивость. И на умение использовать силу партнера, для того, чтобы он сам себя выведенится на лес. Исходное положение. Правая нога вперед. Мы сняли в одной острове. Задняя нога становится в любую позицию. Легко вместе сзади движаются. Вот это исходное положение. Мы можем потом играть в закат. И так далее. Но задача остаться на месте, а партнер должен быть. Сделать шаг в первый, шаг в первый и упасть. И так далее. Готовы? Как же вы думаете? Не за сами, а так лицами. Можно с вами попробовать. Можно с вами попробовать, если я. Можно с вами попробовать. Правда, как впереди, они становятся в одной площади. Левая, где уходит, так же чувствуется. Матимально устойчивость. Потом можно нанимулировать, да? И понимать, как дело ваше мышление подойдет. Это исходное положение. Мы здесь, соответственно, сразу ведем технику защиты. От кисней и оплаты. Которые возникли. Для дисходное положение, когда я на камеру сажимаю, мы пробуем с помощью передвижения. Хили мы можем менять. Но задача вывести соперника и становиться. Составить за все шаг. Передвижения, я думаю, ставить за четыре пальца. Мы можем перед паразмом. Мы можем. Но здесь очень важный принцип работы с узками. Поэтому называется толкающий и шок. Мы находим момент, когда нужно его. Это упражнение вообще на легкость. То есть здесь метод силы, что меня убили. Конструкция чистила. Куда она направлена и ее используют. Можете все попробовать сделать. Это очень практика, очень хорошая упражнение. А сейчас я приглашаю Андрея Владимировича. Андрей. Я представлю Андрея. Вы можете сидеть пока. Да? Андрей Владимирович 62 года. Практикует дзюдо уже много времени. Он вам покажет тот метод, который вы используете в своей практике тренировочной. Как он смог некоторые приемы дзюдо смодернизировать под свои некоторые физические недостатки. Ну имеется ли некоторые, как папа говорит, когда есть у нас ограничение подвижности в некоторых суставах. Ввиду того, что с возрастом есть некоторые травмы. И как можно технику дзюдо подстроить. Не то, что есть травмы, я лучше не занимаюсь, а подстроить для того, что все-таки дальше изучать дзюдо. Андрей, а я как раз. Ну... Смотрите. Дзюдо. У нас устава нет. Толерного. Там просто, как же, деталический процесс. Правда, я так не могу не собрать, да? Позвоночник, как я не сломал. Как ты говорила? В какой ситуации? В какой ситуации? В общем, просто надо обратиться на научный день и понять, а что у тебя осталось? А вот человеческий организм это совершенно такое существо, создание, возможно, которое нечего не исчерпает. Вот мы сейчас с романом. Есть такой бросок, как все его знают, сухого стопы дзюдо, да? Ну, я этого делать не могу потому что колени, в таком непотребной мере. Я придумал не чудовое. Сейчас посмотрю. Т.е. коленями работают на ногу. Суть этого броска состоит из детских движений. Вот оно. Движение назад, которое я показываю, наверное, в силу. В силу или в желудке. И вот с этим вот завершающими поворотами. Вот. А если скорую ногу ставить в желудке на ногу, то ловится его в эту ногу. И моя стопа подбрасывает вот эту ногу. С одновременным разворотом, да? Грустится левая рука. Это два часа. Вообще, в принципе, конечно же, ваши тренировки говорили, и вы все это прекрасно знаете. Но, как говорится, повторением обещения надо будет всегда. Если мы если противник движется сюда, или мы его качиваем за собой. И потом предстоит, мы клонируем бросок туда. Надо не так его принимать, а всегда по диагонали напачивать его. По диагонали сюда. По диагонали сюда. Вот у кого видно. Если предстоит бросок назад, то же самое, все по диагонали. Потому что, если вы будете его посылать куда, он защитится на тайне. Будете посылать его сюда, он дальше. Только диагонали. С разворотом всего доброго. Вот. Ничего. Любой бросок. Любой бросок. Практически. Если додумать самой, можно закончить таким вот образом. Любой. Надо только по себе обратиться. И вам ваше организм подскажет, какой я сейфон. Или не минус. По завершению, которую я могу поставить. Здесь были все знаки. Вот. Ну, коль скоро тут меня так представили, как шарелок, у которого много травм. Я вам могу сказать, да, по этому поводу, что, ну, мы все знаем, что техника в армейте, это основная, это 70% успеха. Вот, если вы будете воспитывать технику в себя, брать отменировать технику по полной, по полной, то есть ничего, не оставлять, для того, чтобы все воспринимать в себя, тогда вы будете получать никакое привычное. Во-первых, исполняя бросок с соблюдением всех элементов и правил техники, вы точно не утромируете своего партнера. Потому что техника, она в том числе, ну, конечно, может быть удобна для того, чтобы совершить бросок, но в том числе, для того, чтобы совершить бросок с соблюдением техники, не на религии. Это такая абонентная шутенция, да? Она переменная для победы, и чтобы не надо идти. Вот. Это очень важно. Это очень важно. Процент австралийства, это, конечно, что мы называем физуха, да? Ну, что такое физуха? Физуха, как сказать, происходит в дисциплинах женской аудитории, но все знают, что есть отличие там, визуально видно, когда борются мужчины, когда борются женщины. Ну, вот, я тогда сломал себе позвоночник, начал заниматься физухами, иначе ничего не было. И вам, я говорю, да? Потому что у девушки, все говорят, что прямая спина, все это главное. Есть элементарное упражнение для прямой спины, которое мы все знаем. Надо толстый игрок. Полстый игрок. То есть, ну, это видео просто, 70%, 75% все равно это физуха. Примедляйте физуху вам. Девушу, ну, может быть, скажем так, теоретически можно, но практически нельзя. Потому что это это хоть и женский плюс пол. И правильная установка правильная голая техника без фактического проявления, у меня ничего не нужно вообще. Это будет голая теория. Это будут те люди, понимать, да? Для того, чтобы теория, и нашу лучшую технику, проявить практику, без сезухи просто будет. У меня были все специальные шутки люди, включая резину, это говорит о том, что вот этот файл и тренировок мы вообще не привыкли с пониманием, как он будет. Ну и еще один момент, да? В связи с тем, что моя левая нога практически не работает, но сейчас Роману поможет. Спартам. Вот я нахожусь в положении такой еще, для этих всех знаний, да? Левая нога, фактически, вот. нахожусь. Но это не значит, что она должна лежать как бедро, и не участвовать в борьбе. Она может быть вот просто подбивать, подбивать, как я называю, движение. А правая нога, она нахожусь вот так, несмотря ни на что. Вот. Первое, что... Ну, наиболее часто применение, это вставление, и вот сюда. вот мы вставили его, а теперь начинаем на себя, его подтягивать, а он отталкивается. И в тот момент, когда он отталкивается, мы его отправляемся. Другой момент. Вставили ногу, а он отталкивается. Пояс. В этом положении либо сами согрешаем, бросился, подбивом, а если он упирается, так просто ловим его движение. Пошел сюда, получил сюда. Затормозил, и выгибом. И идёте сюда. И по ушкам захватывать, да? Вот, мужском, ужасно, без него. Например, мужском особо, да? Если мы пацаны, если мы по-пацанам встретим, там бросил красиво в стойке, вылил, вот здесь дрожь. Есть очень много достаток. Достаток, набитных плодов, чтобы соревновать. Когда человек что-то там не освоил пацан, плохо его знает в стойке красавица, решил, как он его сделал. Сделал тот противник, который в стойке, ну и по физике, да, вообще не поймет. Поэтому пренебрежение к памяти, оно ведет очень отдельно, повторяюсь, очень достаток. Двое прошло. На самом деле, мы сочетаем Россию. Ну, если вы позвольте, я выключу. На этом наше скромное выступление закончим. И давайте мы тогда, да, здесь построимся. Я хочу еще в городе нашей снировке произвести от нашего небольшого коллектива небольшой подарок вашей спортшколе. Вы можете сразу... Четыре руки. Да. Во-первых, я, наверное, озвучу слова всей нашей группе, что мы очень благодарны за прием. Спасибо за ваше внимание к нам, которое вы уделили и с таким взором смотрели на нас. Надеюсь, что это что-то... Вы возьмете какие-то элементы. Вот. Будете иногда вспоминать о нас, так же, как и о вас. Вот. А это... Я хочу... Презентарь не знаю, есть ли у вас такая книга о вашей спортивной школе. Я говорю, что Валент Пичкоков призван лучшим тренером инцидор 20-го века. Ну и, на самом деле, заслуги этого выдающегося педагога и тренера очень велики перед нашим государством, да, нашей страной. Но, так же, конечно же, есть много тренировок. И вот я хочу подарить книгу одному из тоже известных, в которой говорится о тренере очень известным. Но он был немножко раньше, чем я помню. Это Ледвине Чумаков. Ну, взрослое поколение знает о таком специалисте. Он, в основном, конечно, уделял внимание сам. Вот. И эта книга написана моим учителем, а своем учителем. Эта книга написана Илья Цзюз. Может кто-то слышал о каком-то специалисте в области сам. Книга называется Террия, о которой он у меня радует. И она очень интересна тем, что здесь много есть материалов из жизни, из высказываний его учеников. И вообще, так же, методические какие-то материалы и тренировочные процессы. Эту книгу я вам передаю по поручению моего учителя Ильи Цзюз. Которого мы только просили 7 лет. Вот в вашей спортивной школе. И, так же, вот, если кто-то знает, кто-то такой, знаете? Кто угадает? А, не знаю, Слава Скорбович. Это Мурзин. Слышали о таком журнале детского? Был, он существует. И наш приезд сюда связан как раз-таки с большой программой, которую мы делали с этим журналом. Она называется «Образовательный проект. Концепция воспитания культуры человека через комплексное развитие средствами физической культуры». Средством физической культуры в данном случае является наше всего любимое джюдо. Вот. Поэтому мы не даром мы получили, как это кимоно. И это, возможно, будет большим маленьким трагисмальчиком в вашей спортивной школе. Ну, и здесь еще один из маленьких студеневших. Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ И ДНИКОМОННЫЙ КОНЕЦ И я, безусловно, уверен, что пригодится в дальнейшем, то направление этой процедуры очень, очень подробно. Очень светильный. Оно нужно для дальнейших. Поэтому еще раз спасибо. И благодарю вас, что в нашу встречу с нашими поднями. Красиво. Спасибо. Спасибо. Спасибо.